добрый день друзья сходил на приемку опять удачно так немножко начну издалека вот и в прошлый раз было бы вот все такое тем полежала денек лимонки щеточки прошелся вот смотрите личная зубила вот забыл еще рассказать прошлый раз еще телефон взял учет как-то работает странно через раз но работает надо понять то ли что-то отходит то ли еще что-то сегодня снова попался телефону сейчас о нем позже взял немножко алюминия на 150 рублей зачем не алюминий мне надо для объектива всего длине вот этот подходит идеально по диаметру но тонковато наверно вот это вот по толщине но по диаметру маловато но может переделаю то есть я хотел сделать удлинительное кольцо байонетное чтобы можно было ставить байонет его в объектив возможно я сделал просто что-то другое будет другой вариант допустим но здесь можно буду думать вот это подойдет как раз самый тонуть что-то на здоровое такое и он здесь даже вот диаметр внутренней подходящий здесь ведь она будет такой совсем здорово его надо будет обтачивать не знаю все это надолго уходит три кружки получается по полтиннику надо их продать и алюминий мне вот вот такая она патриотичная но современным что можно сказать у меня было для себя может на одну даже оставить здесь вот такие ручки кстати отличаются по диаметру ну стандартный как их называют сычка кстати вот сюда какой-то сделать кольцо типа из пластика одна вторая какой-то контейнер но это так попробую продать и почистить методом эмалированные все продал недорого шесть штук за за 400 может эти также что-то продам может 2 за 150 как нибудь там 3 за 200 ну то есть уже чуть-чуть будет в плюсе и вот алюминий заготовочки хороший надо на этом наверно все таки попробую сделать удлинительно на хоть у нее маловато но можешь пригодится допустим для как со стандартным объективом выдвинуть вот такая вот мобилка ну вещь поглядела так это год 2008 она к сожалению без аккумулятора есть предположение что просто сдох аккумулятора остальное все целое тут стилус есть для того времени конечно вещь была супер наверно две симки карта памяти с зеркалом камера антенну можно внешне пока не нашел что вообще ну когда информация очень мало то есть там несколько сообщений в чатах там сломалось то сломалось то как перепрошить вот не характеристик не то есть скорее всего копии чего-то чтобы от чего аккумулятор сюда может подойти не знак может и весны поваляется заеду к знакомому он занимается ремонтом телефонов у него много всяких аккумулятора то есть что-то воткнуть чтобы поглядеть мог зарядка на самсунговскую похоже но опять же надо поискать на какие-то были не знаю через gprs будет ли в москве теледвора будет вот интересный вопрос потому что бывает у меня проблемы с ним вот в москве вот такой валилог не знаю зачем взял то есть это понимаете ну какие-то друзья сделали портрет заказали ей государственная надпись ну принципе такая знаете оружие характерная можно просто рассматривать портрет незнакомца забавные вещицы вот дальше оба ну вообще взял 12 килограмм чармета вот такой вот абажурчик без такая вот вопрос интересный как сюда какая здесь была лампа но скажу так сейчас пауза там я сильно запаковал вот самое главное здесь есть основание здесь вот выключатель похожие лампой я по я знаю откуда я такую лампу хочу у гребенщикова такая лампа была есть фотографии гребенщиков борис борис борисович сидит с котом это вот выдвижная лампа вот возможно точно такая же так что если хотите постигнуть за вам надо купить срочно такую лампу вот чем она удобно что он довольно далеко выдвигается то есть вот этот наклоняется он вращается здесь выключатель ну я такой у меня по моему есть на замену он должен быть вот ну как патрон патрон ну не знаю придумал ну потом небольшой абажорчик тоже удобно скажем очень хорошо впишется если у вас это полки там где-то под полками вот как у меня не сильно вот так вот в уголочек можно такую погнать то есть можно чуть-чуть выдвинули задвинули если не надо читаем читаем лежа это один вариант сидя другой не знаю самому нравится дешево отдавать не буду вот замечательная вещь что-то я начал обрезать мне что-то надоело думаю 100 грамм такие 100 грамм тут больше извожу ремень стирать вот вот машина вот такая вот штуковинка почистить ну надо поглядеть что за металла так думаю пару сотенок лампы я не знаю 500 хочу рублей думаю может больше поставить проведел вроде металл мне показалось для не хотел выкинуть потом смотрю тут же вот зубы и значит все-таки это этот быстрорез а я в этом пару кусков выкинул и показалось что слабый плохой металл вот такая вот вещица ладно кучу рисов взял у меня товарищ потом не товарищи как раз спрашивал ему нужно челнок челнок вязать да прям отдавать жалко мне тут самому охота это можно сети плести чем он уже тем соответственно меньше ячейка у меня тут охота сплести одну сетку пришла мысль ну не знаю посмотрим пинцет тут как-то так сделан не знаю пинцетов что-то уже дофига сверло вот неплохая вещица продавал стоит немного ну ну хотя он тяжелый то есть как бы барыша особого нет ну ну как-то быстро ушел я думаю если не сильно заломлю льет за полторы там две сутки товаре что-то мне где-то один по-моему лежит на продаже или продал его не помню так ножницы современные прямые гази ну не знаю попробовать надо режут не режут не режут там тоже можно что-то набрал вот таких сверел я что-то вспомнил что у меня есть этот пинцет дрель такие у меня в детстве были такие такого типа ножницы посмотрите почти прямые чуть-чуть кончик надо смотреть и режут не режут пинцет пинцет нож взял из любви к алтаю катунь ну не знаю зачем он мне какому-нибудь любителю алтая подарить можно ну сегодня был большой улов так ну здесь править надо и резцов под этим такое ощущение что его погнуло вниз молоток 800 грамм ну не знаю сотку поставить пускай там какая-то грязь на нем было даже если его за 40 взял за сотку продам два с половиной так вот еще молоток полкило может быть как-то вот так из цепи был сделан хлыст цепи я думаю современные потому что состояние там новое видно что не пользованы ну вот не уверен что не укорочено короче ну надо смотреть еще ножницы ну я такие то есть там не знаю в зависимости от того как состояние режут не режут 30 полкишок ну если хорошо режут могу чуть больше такой вот ключик взял зачем я его взял что-то я снова захотел ваш колеса есть видео что делают из ключа то есть здесь затачивают ну я чуть не уверен в качестве металла так хоть немножко для меня загадочная вещь микрометр с такими вот накладками ну верхушки нет ну бывает я их собираю там то ли кто-то делал эту струбцину вот ну все равно запчасти пригодится как минимум за полтинник можно продать вот небольшой плашка держатель вот видите даже ну не просто по прямой с утолщением ручки сделаны то есть он полкишок точно стоит так еще сверлу резец видите маленький хороший а нет вот так вот его вот он расточной расточные они как-то реже попадаются обычный резец можно открыть хоть из чего сделать так извиняйте я немножко сам смотрю сверла что еще плашка держатель там не знаю вот такой инструмент я честно точно не знаю для чего он продавит что я не продается вот алюминий ну вот барашки думал стальной бывает нужно на лампе там не хватает гаечки гаечки барашка этот этот еще и алюминиевый тут можно пробочку вытащить нули как бараш вот вот длинненький хороший разточной разточной можно опять же бывает если мы резьбу внутреннюю нарезаем в конце чтобы выход чтобы выход был надо типа канавку сделать вот вот таким потом видите он тоненький как раз для моего станка вот вот по-моему здесь нет он просто оббит чуть-чуть ну как расточной поработает ну или заправить надо немножко так вот такая вот штуковина это застежка вот этого вот педаль если не ошибаюсь хвз вроде написано туклипсы спортивные так еще один еще один метчик такой интересный вот потом разберусь непонятно так вот блин сейчас что-то я не уверен это вроде тоже резец я уже сомневался ножницы для овец ну ничего особенного если так поставить если я их там по 300 пытался там то их не берут если по 150 уже получше оно тоже плохо если он поставить за полтишок то тоже денежка еще два часа что-то что-то я вот этих набрался света еще сверочка вот смотрите какие они замечательные и ссс ну вот мне кстати нравится такой формат вот они вот эти длинные эти вот самые как раз куда-то если сделать какой-то набор походного не сильно большие не сильно маленькие так такая вот прежка прежка так думал в начале облома потом смотрю нет это вот так вот сверлить железка для рубанка ну ничего сверхъестественного просто железка еще сарожка еще молоток вот такая вот замечательная вещь ну вот мы вкладываем и зажимаем то есть не надо выводить здесь плоскость можно за счет вот этого наклона подрегулировать чтобы ну то есть как бы высоту режешь углы вот такая вещь примитивная но полезная так вот это не понял то ли мягкий то ли не мягкий металл такая стамесочка сделана самодельная вот этот обломанный но я вот как раз и подумал вот сюда чик вот и он это яду точить это я подумал вот так до кучи положу там сейчас несколько надо выставить на продажу без ручек и скажем так весит ничего не весит а человеку приятней так это сюда вот еще какой ну вот он опять же сюда раз нот с напайкой нот надо перетачивать учиться вот маленький видите хороший резец потому что берешь такими кучами резцы как начинаешь что-нибудь делать оказывается тот тупой данный момент оказался тот большой тот маленький там надо с правым отогнуты там левые там еще тут что-то так плашечку взял такой пинцетик есть китайские такого типа который вообще пальцами гнутся и у меня есть говно-говно а этот более-менее живой вот как я уже сказал я хотел это сделать поэтому взял обломыш на нем попробую если понравится тогда из ключа сделаю если не понравится попробую ключ продать то смотрите там делают из современного где он нет вот этого загиба зачем нам этот загиб то есть когда мы вот этой гранью режем он нам не мешаться только будет но мы можем вот так то есть он а нет ну так мы можем это ну короче куда-то подлезть может быть именно пригодится вот этот загиб и будет лучше ну посмотрим надо попробовать такой вот видите интересный такой фигурный ну взял что-то два вот таких кронштейна пока пока еще не знаю но видите немножко здесь но это в принципе можно из баллончика покрасить чем хорошо что и два если где-то в сарайке то можно и не красить ну я думаю ну допустим ту же микроволновку на них поставить можно вот вот так начинаем подходить к концу хоба тисочки чем такие тиски интересно что здесь струбцину можно снять и работать как струбциной скажем так два в одном плюс наковаленка то есть такие три в одном ну надо смазать почистить ну вот это вот мне кажется не очень удобно ну хотя опять же вот если работает то и работает в принципе зато довольно ну не мешается если что-то вот в общем какая-то такая уголок вставить ну то есть допустим уголок и если у нас здесь гайка ну нам неудобно затягивать а здесь состояние позволяет более комфортно вот взял вот такой ремень мне кажется он не подойдет все я хочу сделать зубчатую передачу но я у человека видел на базаре более подходящий для меня можно попробовать а это от машины то есть машину он скорее продаст чем от косового аппарата ну а соответственно мне может подойти так такая вот конусная как она развертка еще плашечка еще сверлышко ну вот такая вот бита плоская с двух сторон вторая вот такая может какие-то лямки еще что-то так взял мешок немножко грязный но рованный и шел туда ну валялся телефон с автоматическим определителем все дела вот ну разберу ну кстати вот смотрите здесь такой блок на три пальчиковых то есть его можно допустим так вот вырезать и будет для чего-нибудь блок питания ну там на плату сдать еще что-то вот что получается у нас по деньгам вот я сказал лампы чем меньше чем за 500 продавать не буду топор рублей 200 тиски скажем рублей 350 я продаю тысячи 50 кружки 150 допустим давайте ну 1200 да молотки сотка 1300 допустим 150 еще 1450 железка 1550 1650 так 1700 может как-то 1750 допустим как-нибудь плашки там ножницы 1800 если так еще 800 там не знаю челнок полкишок ну короче тысячи две можно получить при этом вот я рисов себе оставляю с вершик ключ наверное все таки выставлю вот этот большой а вот половинку ну то есть те же ножницы если их поставить в пределах там каких-то та же мобила сотку можно я думаю сдать но опять же если не рабочий только это может на я не знаю ну тридцатку полтинник но это тоже деньги вот а ремешок цепь велосипедный ремешок вот тут клипсов в том там в отличном состоянии застежка то есть его можно плохо вот ну то есть если посчитать опять же каждый резец вот просто посчитать раз два три четыре пять пять я по моему таки несколько ложил пять шесть семь восемь девять десять по полтиннику пятьсот рублей десять семнадцать 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 по полтиннику по полтиннику это чё пятьсот еще восемьсот рублей пятьдесят а плюс подставочкой тоже можно за полтинник посчитать ну вот вот такая фигня вот этот инструмент талл репсо . вот можно было кругляка еще взять но он меньше диаметром то есть там есть задумки но опять в этих задумок слишком много но главное я взял вот этих для работы что приятно лампа вот эта мне она нравится ну надо подогнуть придумать патрон вот такие вот дела ну и соответственно есть опять же то что молотки я недорого выставляю то есть допустим вот это я за сотку поставлю допустим два за сто пятьдесят я думаю что у меня их сегодня там ну не сегодня на этой же неделе закажут возможно заберут есть постоянные опять же человек там стамесок заказывал сейчас я хочу выставить несколько ну то есть это надо весы ну грубо говоря там не знаю две за триста как-то человек скажет а надо не надо скажем три за триста вот добавить это ну человеку приятнее вот то есть этот полтинничек ну то есть если получать сто плюс сто пятьдесят двести пятьдесят вот вот челнок полтинник триста 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 ну то есть вот триста рублей скажу так так в течение недели надеюсь получить кружки опять же надо поглядеть по полтиннику по полтиннику их может быть там не знаю две за сто пятьдесят вот так выставить три за двести ну вот как-то так подумать вот опять же поглядеть что за мобила как работает может ну понятно что это китайщина но может пару соток стоить вот что еще интересно а вот хотел похвастаться в прошлый раз или в позапрошлый я не помню взял ржавое почистил работает там у меня их уже целая куча но они как правило не работают вот это почему-то то есть на жизнь ржавейки ших ших ну такие с простой и все начинает резать то есть понятно что это не какой-то там профессиональная заточка там что ее ненадолго и что там она как пила получается ну для дешевого ножа там какая разница ну сточится он быстрее да и пофигу опять же не долго держит так если я два раза швыркнул он снова заточился блин забыл отвертку была большая отвертка крестовая ее почистить готовый мусат вот реально она прямой этот потом можно не знаю если хотя с другой стороны мусат такой за 100 рублей не продашь вот ну забыл просто взять вот ну то есть получается что кстати вот я думаю может как-то его бы обрезать то есть чтобы она была меньше сделать типа походной точилки то есть вот это убрать вот мы ее поставили пальцами придерживаем идеаль какую-то сделать бы маленькую складную ну то есть лишнее обрезать какую-то ну какую-то ручку чтобы она что вот так вот держать нельзя да порежемся то есть надо держаться как-то сбоку вот 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 ну так она больше 100 грамм тяжеловато и громоздь ну вот продавать я хотел выставить не буду потому что она для себя работает может может другие тоже работ может я не прав может я не на теле на шахах проверил но вот это я попробовал она работает кстати еще какая мысль есть поделюсь смотрите вот эти круги раз они металл снимают из них можно сделать это есть резец токарный по дереву такая и там круглый резец сменный делают если его заточить вот вот это колесико то оно будет очень неплохо там человек делал из напильника отпиливал круглый там точил отпускал закалял то здесь уже есть отверстие и надо пилить шесть штук кинул в печку отпустил вот на проволочку повешал горелкой закалить я думаю тоже можно даже в домашних условиях ну вот такая вот ну то есть такой могу лайфхак предложить вот или предположить вот ну то есть те что я хотел сказать молотки я надеюсь быстро продать ну не знаю вот чтобы скажем так приятно когда я что-то быстро продаем выходим в ноль остальное там допустим что-то что-то себе оставил что-то поставил так ну потихонечку чтобы продаться вот ну что-нибудь такое допустим лампу там за не пятьсот а там не знаю восемьсот за нее сказать что лампа как у гребенщикова поэтому тысяча человек сидел под такой лампой и сейчас в англии живет вот где тепло и хорошо ну как бы о политике не будем ну вот поэтому купите такую лампу такое же просветление будет у вас ну как бы так благодарю за внимание всего доброго